За 10 лет неучтенные потери воды увеличились в два раза, а в аварийном состоянии находятся почти 80% водопроводных сетей. При этом обновлять их арендатор не торопится. Ни рубля собственных либо привлеченных средств туда не вложили. При обороте, оборот годовой, порядка двух миллиардов. За прошлый год только 2566 аварий. Если у вас еще есть кто им предъявить, то давайте мы им предъявим. Пусть они губу закатают или вы им ее закатаете. По-другому быть уже здесь не может. Вы соберите все цифры, которые явно упустил в Сочи, пока в аренде находится имущество водоканала у этого арендатора. И в судьяном порядке взыщите с них все, что Сочи недополучил. Все, что они должны были вложить в эту систему и ничего не вложили. Это будет и им неповадно, и другим нашим арендаторам. Урок на то, что сегодня не нужно, еще раз подчеркиваю, зарабатывать на людях, играть с людьми. Если вы взяли, выполняйте свои обязательства. Вениамин Кондратьев потребовал детально разобраться в ситуации в кратчайшие сроки, невзирая на то, кто является арендатором Сочинского водоканала. Смирайте комиссию. Я считаю, что нет вообще никакого смысла, чтобы водоканал Сочинский находился сегодня в аренде у данного юридического лица. Абсолютно, кстати, коллеги, неинтересно даже, что это за юрлицо. Абсолютно неинтересно. Я приветствую любого юрлицо, потому что это бизнес. Но за счет населения Сочи решать свои проблемы и ничего не вкладывая в Сочинский гор водоканал, так не пойдет. За счет населения поправлять свои финансовые положения не стоит. И никто этого делать не будет. Сочи водоканал – это только один из примеров. Похожая проблема сложилась и в Краснодаре, рассказывал мэр города Владимир Евланов. Поэтому губернатор поручил разобраться и в этом вопросе тоже. Проверку можно ожидать и в столице региона.